Российская газета через своих субскоров попыталась отследить информацию о заработной плате врачей в регионах. Как оказалось, эту информацию получить достаточно тяжело. Либо она еще не готова, либо чинится доступ к ее получению. Из представленного обзора следует, что только часть территории субъекта федерации смогли безболезненно перейти на одноканальное финансирование и соответствующие ему выплаты заработной платы медицинских работников. Подоживляющее большинство территорий оказались не готовы к одноканальному финансированию, что отразилось на заработной плате врачей. Возникает вполне закономерный вопрос, за что органы управления здравоохранения, чиновники в них ходящие, их руководители получают заработную плату из тех налогов, которые платят граждане и предприятия. Я думаю, что особой квалификации не требовалось для того, чтобы проследить, каким образом одноканальное финансирование повлияет на заработную плату. И сделать соответствующие выводы и принять меры заранее. Мне полагается важным опыт Кировской области, где руководитель медицинского учреждения получает заработную плату, кратную заработной плате врачей. Получается вполне справедливая закономерность. Как зарабатывают врачи, так получают денежные вознаграждения и руководители. Я думаю, что подобную систему нужно внедрять на все территории Российской Федерации, чтобы была прямо пропорциональная зависимость оплаты руководства муниципального государственного учреждения здравоохранения от заработной платы непосредственно медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь. Это будет справедливо. Продолжение следует...